всем привет на ваших глазах жилой комплекс сезон и сейчас на ваших изумленных глазах случится чудо я разберу планировку однокомнатной квартиры и сделаю из неудобной удобную поехали итак друзья перед нами однокомнатная квартира 40 квадратных метров кстати говоря обращайте внимание что входит в эти 40 квадратных метров в данной квартире включен балкон а он между прочим три с половиной метра нет что нет предложение лучше не будет вообще балконы обычно идут с коэффициентом 05 а здесь по всей видимости он полностью включен в общую площадь квартиры я разочарован и так 40 квадратных метров и возможно именно такую квартиру вы рассматриваете к покупке а может быть уже приобрели в жилом комплексе сезона кстати говоря я еще не делал обзоров на жилой комплекс сезоны и если вы хотите чтобы я сделал разбор этого жилого комплекса то пишите в комментариях надо а может быть и не надо и так про него все известно ну в общем напишите ну а я приступаю к разбору данной планировки даже если у вас не похоже возможно она у вас есть но не похоже на эту все равно для вас будет полезно посмотреть этот разбор ну и конечно же отправляйте его вашим друзьям которые приобрели квартиру живут в однушках и не знают как там что расположить потому что я буду рассказывать об основных принципах планирования пространства и вы можете ими воспользоваться итак давайте разберемся чего мы ожидаем от нашей квартиры мы хотим чтобы в ней было удобно мы хотим чтобы она была красива а также очень важно чтобы квартира была уютной все просят об уюте все мечтают об уюте все пытаются объяснить дизайнеру свои хотелки чтобы в итоге получилось уютно и так три аспекта которые обязательно должны быть заложены в планировку чтобы потом в дизайне ваша квартира раскрылась во всей красе давайте посмотрим что нам предлагает застройщик рассматривая планировку от застройщика мы видим что проектировщики от застройщика традиционно не запариваются над планированием жилого пространства это не входило в план первое эта планировка не удобно почему потому что недостаточно мест хранения а именно места хранения отвечают за наше удобство то есть их должно быть достаточно и ими должно быть удобно пользоваться Давайте посмотрим, что здесь мы видим. Мы видим маленький шкаф в прихожей, ну то есть он вроде бы есть, но вполне недостаточен, чтобы верхнюю одежду, обувь, шапки, шарфы, сумки, ну и прочее, прочее, прочее. На мой взгляд он недостаточен, стоит неудобно. Следующее хранение это шкаф в спальне, он тоже маленький. Посмотрите сколько у вас одежды в квартире, с чем вы пользуетесь и сколько для этого нужно места и вы поймете, что вот этот полутораметровый шкафчик совсем малехонький, тем более если предположить, что здесь будет жить два человека, да даже и для одного маловато будет, для двоих тем более. Поэтому это неудобно и я поставил крестики. Посмотрите на кухню, кухня маленькая, она в дальнем углу, она будет темная и пользоваться ей будет неудобно, потому что места хранения здесь предусмотрены неправильно. Ванная комната, мест хранения нет вообще. Есть унитаз, ванна, раковина и стиральная машина. Скажите пожалуйста, куда здесь поставить корзину для белья? А вопрос, сверху на стиралку, ну как-то так себе решение, а где будет храниться химия, а где будет храниться уборочный инвентарь, то есть ведро, швабра, пылесос. Так вот, друзья, раз это не предусмотрено, вам придется решать это по ходу и у вас появится гладильная доска за шторкой, пылесос где-нибудь за дверью, ну и так далее и тому подобное. Это дико неудобно и впоследствии некрасиво. В забавном мире мы живем, правда? Что касается красоты, красота это в первую очередь композиция, композицию, которую мы, дизайнеры, выстраиваем в вашем жилом пространстве и закладывается это на планировки. Давайте смотреть, что здесь. Отсутствие любой композиции. Здесь нету никакой логики. Это ужасно. Диван стоит не напротив телевизора, смотрим по диагонали, вроде бы ничего страшного, но композиции нет. Стол стоит прижатый к стене, это грубейшая ошибка, во-первых, некрасиво, во-вторых, это непрактично, потому что стена засаливается постоянно. Если мы пройдемся по всей квартире, мы обнаружим много-много вот этих крестиков, которые я наставил, отсутствие композиции. Теперь поговорим про уют. Это вопрос, немножечко забегаем вперед. Чтобы получилось уютно, нужно создавать атмосферу. Что такое атмосфера? Это то, что нас окутывает, обволакивает и создает атмосферу, в которой нам приятно находиться, а значит уютно. Это, конечно, больше вопрос дизайна и оформления, но закладывается все здесь, на планировке. Итак, планировка от застройщика просто неудобная и некрасивая. Чтобы было удобно, красиво и уютно, нужно делать правильную планировку. А как это сделать? Примерно вот так. Мебель должна быть расставлена композиционно верно, то есть по осям. Должны быть обозначены фокусные точки, второстепенные элементы, ну и, конечно же, фон. Здесь мы все это видим с помощью вспомогательных линий, которые я всегда прочерчиваю на планировках. Поэтому, друзья, если вам нужна планировка грамотная, удобная, красивая и уютная, обращайтесь ко мне за консультацией. Обязательно сделаю. Ну, возвращаемся к нашей планировке. То, что у меня получилось, я считаю идеально для проживания одного человека. Или двух. Неужели? Что здесь есть? Здесь есть красивая композиция. Здесь есть продуманные места хранения, значит, это будет удобно. Ну и, конечно, впоследствии здесь будет уютно, потому что заложен фундамент той атмосферы, которую я планирую здесь в последующем создавать. Давайте сравним две планировки, что поменялось. Начну со входа. Прихожая. В варианте от застройщика мы видим длинную вытянутую прихожую. Маленький неудобный шкаф. Прямо напротив входной двери дверь в спальню. То есть, со всех сторон неудобно. Заходим в узкую длинную колбасню, в которой нету никакой фокусной точки, кроме двери в спальню. Это, кстати говоря, неудобно. Вдруг курьер пришел, стоит и смотрит, как там чьи-то пятки торчат. А если пришел ваш сослуживец с работы, а вы один проживаете, и там пятки торчат, представляете, сколько слухов пойдет. Короче, это неудобно, когда дверь напротив входной двери. Что в моем варианте? В моем варианте большое пространство и нет двери. Дверь я перенес в гостиную. Напротив, у меня красота сразу при входе. Здесь планируется поставить какую-то красивую вещь. Это может быть какой-то арт-объект. Возможно, высокий торшер. Возможно, какая-то скульптура. А может быть, это манекен, на который можно одеть пальто. Ну, кстати, очень удобно после прогулки под дождем. Будет сохнуть. И сверху еще и шляпу можно одеть. Правда ведь здорово. Ну, что скажете? Не обязательно, что это может вам понравиться или кому-то еще. Но, как сама идея, по-моему, прекрасно. Заходишь и сразу же видишь какую-то необычную дизайнерскую вещь. То есть действует правило. Заходишь, заходи на красоту. И здесь это соблюдено. Но самое главное, то, что я построил гардероб. Гардероб для девушки это просто мечта. Да и для молодого человека это удобно. Заходим, есть шкаф, куда повесить верхнюю одежду на плечики. Рядом стоит узкий шкаф, куда мы составим обувь, сумки, положим шапки, шарфы, варежки. А если у вас собачка, туда еще и шлейку можно повесить. Ну, поводочек, вы понимаете какой. Туда же мы сложим в ящички аккуратненько щетки, крема для обуви, губки различные. Представьте, сколько всего у вас много в прихожей. Это только начало. Рядом с этим узким шкафом стоит пуфик, на который удобно присесть и одеть обувь. Согласитесь, что это здорово, удобно и красиво. Пространство ощущается. Красиво в прихожей. А не как у застройщика. Зашел в какую-то узкую фигню. Пуфик поставить некуда. Даже и зеркало толком никуда не повесить. Я всегда говорю, прихожую нужно сравнивать с любимым человеком, который тебя встречает, обнимает, спрашивает, как дела, как провел день, улыбается тебе. Вот. В моем варианте это именно тот любимый человек, наша любимая прихожая, которая нас встречает, обнимает, улыбается нам, спрашивает, как день провел, любимый ты мой. А здесь что? Что это такое? Че? Опять приперся? Иди щи ешь или варьи. Понимаете разницу? Дальше мы попадаем в общее пространство, которое правильно, идеально выровненное. И кстати говоря, знаете в чем здесь еще классная штука заключается? В том, что в этом маленьком пространстве я скрыл кухню. Звучит чудесно. Ну зачем нам кухня в кухне-гостиной? Здесь кухня у меня небольшая. Ну во-первых, очень часто мы покупаем полуфабрикаты, которые нам нужно только лишь разогреть. Либо заказываем готовую еду. И на самом-то деле не так уж часто и готовим, особенно молодые. Хотя здесь кухня вполне себе предполагает нормальную полноценную готовку. Давайте я покажу вам, в чем здесь заключается фишка. Сама кухня, которая стоит вдоль стены, небольшая и без верхних шкафов. То есть только низ. Даже холодильника здесь нету. Холодильник стоит в стороне, в этом углу. Я смог его сюда поставить благодаря тому, что перенес дверь. Дверь-то раньше была вот здесь, а теперь ее здесь нет. Теперь она перенесена. И стоит холодильник, мы его не видим. Он просто скрыт. С одной стороны манекеном, с другой стороны стеной. Очень удобно. И рядом с кухней он находится. И он не видим. Это позволило сделать мне просто кухню, остров, которую мы сделаем максимально незаметным. Она может слиться со стеной. Верхних шкафов делать я не планирую. А, например, повешу-ка я какую-нибудь картину над кухней. Или красивый светильник. Зачем это нужно сделать? Это нужно сделать для того, чтобы было красиво. Чтобы мы не ощущали себя на кухне, а в нарядной гостиной. В нарядной гостиной должно быть что? Нарядно. Картина, светильник, какой-то декор. И никаких кухонных шкафов. Зачем? Все спрячется вниз, в эту кухню. А если места не хватит, пожалуйста, есть сервант, который стоит прямо по оси вместе со столом. Красивый круглый стол с красивыми стульями. Посередине люстра над ним висит. Все это создает атмосферу и уют. А за ним сервант. Высокий сервант. Ну, например, как этот. В этом серванте может стоять старый бабушкин сервиз. Или бокалы для вина. А может быть еще что-то. Туда же можно и чайник поставить, и кофемашину, например. Но, чтобы пар не скапливался внутри серванта, сверху можно просверлить дырочки. И пар будет удаляться. А может быть это будет не сервант, а комод. А над комодом будет висеть еще одна картина. Или зеркало. Зеркало, кстати говоря, очень хорошо увеличивает пространство. Ну не здорово ли? Где у застройщика это можно сделать? Да невозможно. Посмотрите, у застройщика стол стоит как обычно. Приезжали к стене, засалили стену. Все нормально. Думает он. На самом деле все просто. Мы так не делаем. Мы делаем стол отдельно стоящий, круглый, с красивыми стульями. А за спиной красивый сервант. Далее стоит диван, напротив него телевизор. Все по центру, все выровнено. Видите, как тут? Все по осям. По этим осям располагаются второстепенные видовые точки, главные точки. Все как мы любим. Все по фэншуй. Замечательно! Ребята, вы гений! Вы спросите, куда же ты дел балкон, Иван? Ну как куда? Убрал стенку и все. И балкон стал частью квартиры. Сразу предупрежу. И на это нужно стоит обратить особое внимание. Присоединять балконы к жилому пространству нельзя. Но застройщик изначально предусмотрел теплый балкон. И когда продает квартиру он вам, доверчивым покупателям, то говорит, ничего страшного, берете стеночку и у вас будет, смотрите, какая большая комната. Даже мы батарею туда для этого провели. У нас даже контур теплый полностью закрыт. Так что убирайте смело легкую перегородочку. Но знаете, по закону этого делать нельзя. В спальне большая кровать на метр восемьдесят. Вдоль всей стены стоит шкаф. Шкаф он уже не полтора метра, а он уже почти три метра, друзья. Почти три метра. То есть вместо полутора, три. Ну в два раза больше шкаф. Туда же можно и макияжный столик запрятать. Где макияжный столик у застройщика? Нету. Потому что ему все равно, как вы будете приводить себя в порядок. А мне нет. Я забочусь о вашем удобстве и уюте. Вау. Ну и ванная комната. Ребята, запомните. Ванная комната это не просто ванная комната. Это полноценная комната, к которой мы должны так и относиться. То есть мы должны пользоваться в течение дня и воспринимать ее точно так же, как и остальные комнаты. Как спальню, как гостиную, как детскую, как любую другую комнату. И желательно, чтобы в ней было окно. Ну здесь мы окно, конечно, не прорубим. Но оформить эту комнату как полноценную, красивую мы можем. Что для этого нужно сделать? Первое. Нужно скрыть стиральную машину. Вообще убрать ее желательно. Здесь убрать не получается. Квартира-то маленькая. Поэтому за стеночки, перегородочки, шторочки, неважно что, мы прячем стиральную машину. У нас еще остается место под корзину с грязным бельем. Под химию. Под уборочный инвентарь. Такие как тазик, ведра, швабры, пылесосы и прочее. Ну и много всего еще. То есть, полностью торец мы отдаем под так называемый хозблок. Остальное место оставляем под красоту. Ну, как красоту. Самое красивое это раковина, конечно же. Поэтому раковину с красивым зеркалом мы делаем так, чтобы она оказалась прямо напротив входа. Для этого смещаем дверной проем. Разве так у застройщика? Совсем не так. Посмотрите. Мы когда заходим, сразу же упираемся в стиральную машину. Это в варианте от застройщика. То есть, не успел зайти и что-то сделать в ванной, тебе уже сама ванна как бы говорит. Слушай, ну стирать пора. Давай уже. Ну что ты? Давай, начинай уже стирать. С этими бытовыми делами заниматься. Что это такое? Так нельзя. Надо заходить на красоту. Заходим. Раковина. Красивое зеркало. О, мое красивое. Свет мой зеркальце скажи. Да все правду говори. Ну, вы знаете, в общем. Вот. Унитаз делаем незаметным. Ванну незаметным. То есть, можно белое на белом. Вот. А раковину красивой. Ну и, конечно же, люстру нужно повесить. Люстру, красивую люстру, которая бы нас радовала. Лежишь в ванной, балдеешь, люстрой любуешься, красивым дизайном. Вот скажите мне, как можно красивым дизайном любоваться, когда у вас все баночками заставлено, всякими скляночками, всякие фены висят, всякие носки валяются, стиральную машину видно. Разве можно расслабиться? Где вы видели в тайском массажном салоне стиральную машину? Ее там нет. Там приятная музыка. Классная атмосфера. Лежи, расслабляйся. Почему бы так не сделать в квартире? Конечно же, делайте. Но для этого убирайте стиральную машину. Так вот, здесь я ее скрыл. А застройщик об этом даже и не думает. Но ничего, я подумал. И еще, друзья, обратите внимание, какие я изменения внес в перепланировку. Я закруглил стену. Стену-то я закруглил. Это очень классная фишка. Если вы хотите зрительно увеличить пространство. Почему? Потому что мы стерли границу. Грани-то нет, значит нет границы. Значит, не за что зацепиться глазу. То есть, он не тормозится. А пламненько перетекает из пространства в пространство. Вот оно какое чудо-то случается. А еще, этот угол супер устойчивый ко всяким... Короче, он не оббивается. Знаете, у кого-то есть углы. Вот такие вот углы в квартире. Они всегда оббиты. Всегда чем-нибудь по ним стукнут. Какая-нибудь вот такая вот выбоинка получится. Вот такая вот белая, некрасивая, вмятина. Так вот, полукруглый. Стена полукруглая. Вот такой вот угол полукруглый. Он лишен этой проблемы. Он всегда целый, аккуратный и красивый. Я на себе проверял. У меня ремонт 15 лет. Точно такой же угол в квартире. Все идеально. Хотя трое детей уже выросло, друзья. Все остальное пооббивали уже давно. А этот угол цел. Вот такая вот фишечка. Пишите в комментариях, как вам мой вариант планировки. Напишите, пожалуйста, что бы вы сделали самостоятельно. Может быть, вам что-то не понравилось. А может быть, наоборот, какая-то идея прямо вас зацепила и ранила глубоко в душу. Заказывайте мне планировки. Я их с удовольствием буду для вас сделать. Ну а если хотите атмосферу и уют, тут уже речь идет о дизайне. И дизайн мы, конечно же, тоже с удовольствием для вас сделаем. Ну а на этом все. Всем пока. Да пребудет с вами муза. А, подписаться не забудьте и на колокольчик нажать. Лайк поставьте. Все. Теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok